Многие ходят одноногие. Я же ожидал от тебя такого начала. Почему? Почему? Надо договариваться, как начинать передачу. И что-таки мы здесь вдвоем... Так я же тебе показывал знаки. Ну вот я не знаю, про что мы должны тебе рассказать, ребята. Расскажи, как все было. Про одноногих рассказать. Почему про одноногих? Я одноногие знаю одного, одной с Чили не знаю. Ну не Берлускони, не Толя, хотя не проверяли. Сейчас такие протезы делают. Сильвию Толянова, бабу. Да, Сильвия, да, она одноногая. Она же по поездам работала. Кардебалет показывала. Кардебалет, да. Собирала себе на эту, на протез. На одной ноге кардебалет танцевала. Ну, в этих плацкартах. В плацкартах, да. Так вот, братванчи рисуется, как мы стали киллером. Ну, без выпить дрожжа. Я хочу сказать, что никаких предпосылок от родителей нам не было. Снайперский у нас никакой выучки не было. Комплексов, как говорят в детстве, тоже. Сарагарки мы стреляли плохо. Часто, но, слава богу, для многих. Но не кучно. Да, не кучно и очень немецко мы стреляли. Все получилось, мы, на самом деле, селеры взрывотехники, которые сейчас больше всего... Цениваются. Цениваются. Поэтому рассказываем, как на духу, что было тогда. У... Ну, годы нашей же, и нашей бурной... Деятельности, юности. Юности. Отрасшества. Отрасшества. Отрасшества-2, короче. Отрасшества-2 у нас было, когда уже пришли, прошли, а воздержание половое продолжалось. И началось, да. Эксперимент по половому воздержанию над нами длился уже где-то... В 18-й годах. В 18-й годах. В 18-й годах. Тогда стало модным... После праздника... Зарабатывать бабки. Да. И мы решили, что надо делать фейерверк. Потому что... Это... На городах... Не, у городах достать можно, а у маленьких городах... Тогда показывали салюты, только на 9 мая. И что делали самодельные ракетки. И что... Тогда делалось так. Берешь кормит о кусок. Кстати, по-за нами просьбу не повторять. Не повторять. Потому что это делали профессионалы. Профессионалы делали так. Берешь отдал трекотурысту банку. Она там и по конструкции хорошо шла. Дырки. Да. Особенно нельзя брать от ветшины, сразу мы говорим, вот эту... Разворочить. Разворочить, да. И в ее лучше деньги хранить, брать в коробочку. Хорошо. Вот. А так надо круглое было брать. Там делали... Ирочку. И надо плюнуть. Харкулю туда. Харкулю. Харкулю лучше... Сейчас маркули. Лучше такую жидкую, я имею в виду. Ну, как шметана. Как шметана. Вот это, кстати, у многих ошибка по консистенту. Это хорошо для запуска хайдариков. А тут надо такую жиденькую, короче, не противную. Клопку дай. Харчок обыкновенный. Подрысти. Подрысти или пальцем на земле подержать, потом убрать, она запускается, лечить не знаешь куда, многим у голову. Если подпалить вообще... Эффект очень хороший. В общем, мы в перерывах съели собак. В переносном смысле. Это перестань, что света пораживали. В переносном смысле. Недавно по телевизору показывали, как... Собак ели. ...про передачу про людоедов, как они ели собак. Мы так и не поняли. Почему они тогда людоеды? Ну, черт съели. Мы вообще на мясо слабо реагируем после одной авары, потом вам расскажут, которая была остальная. Так вот, мы стали решить делать... А решили стать делать фейерверк. Вы же продавали. Полицейской фирмой. Да, так и назвали. Купили подписку за 77-й год журнала «Юный чехник». И просил натуралист юный. И вот у них всякие рецепты этих фейерверков. Наука из жизни. Правда, нельзя отвлекаться на фокусы карточные, но это может быть смешный. Особенно это, как... Вечная семерка, как смешной фокус. И этот, валет-перевертыш. А мы сделали, да, переверк-перевертыш. И это, из этого, из вывода сделали фейерверк-вечная семерка. Да, а что дама из кармана, хороший тоже фокус. Это не смешной. Мы потом в карты играли у этого. На деньги у короля. Так меня с этим фокусом заловили и дали безумно. И вот, это фейерверки. Да. Вот. И мы стали ими торговать. Сначала спроса не было. Сразу мы сделали. Делали мы такой, рецепт такой. Да мы же, ну, делали мы. Первый шизер, его крошишь через мясорубку. Через мясорубку этот шизер. Можно в кофемолке. Да, туда добавляешь динселированные воды немножко. Марган полтора. Дострагиваешь туда спичка. И что? И что, грифель от простого карандаша. Да, только надо от твердо-мягкого. Потому что мягкий, и он плохой, а твердый, и он... И он очень плохой. И он очень плохой. Вот. И это все изолентное. Надо только синий такой, для электриков. И две спички для запалочек. Труды. Да. Да. Вот. И это такой фермерк, проживается, типа обычный, на один раз. Да, одноразовый. Вот. И наши эффекты. Пришел к нам, короче, Коля Гриф. Ну. Вот. И он сказал, что... А вот кореш откинувший. Да, Миша Шчебень. И он сидел 4 года, то, что он был у нас этим... Он вырывал трехлитровые банки, а он их воровал не для того, чтобы его было смягчающим стоять, потому что он их не ради наживы воровал, закатки, а ради того, чтобы... Об голову. Об голову. Тренировался. Да. Ходил у нас Радом озера, там отдыхающие из города приезжали со своими любовницами. И он ему приходил, говорит, дайте денег. Банку разобьют. Банку разобьют. Многим давали, чтобы не разбивал. Все. Ему, да, ему подарили вот... И этот Миша Шчебень набрал, секс, собралась вся наша элита. Теневая. Теневая ульфта. Мы пришла, я, Джела Нагоношка. Вот. И потом, Генни, пришел, Сеня, лифт. Да. В общем, потому что у него первое дело было потому, что он эти, тросы с лифтом в городе воровал. Ему 10 лет дали. Что он с лифта с пассажирами справился. Да. И Валерик чуть-чуть геморрой пришел. А она собрала вся элита. И женщина. Они набрали себе пойло очень дорогого элитного. Самогонку брали не у Зизеков дешевого. Брали. Да. А брали у этого, у Чиркина. Да. У Чиркина. На порошке, на порошке. На зубном. Да. И они сидели. И тут пришел гриб. И говорит, я что из тебя, Миша, сложил стих. Говорит, шчебень, шчебень дорогой. Давно знакомы мы с тобой. Поставил гену. Ходили вместе мы на дело. Ну вот. Теперь гляди. А теперь гляди так, шибанечек, как все в окно улетели. Ну так это мы говорим. Как долбанул наш фейерверк. Да. Еще разлетелось. Весь третий этаж снесло нахер. А мы шаги запустили. Вот. И этот шчебень, короче, его и завалило. Я вам отберозу башкой его в окно выкинуло, а отберозу чукнуло. Ну отберозу, не отберозу. Он прямо на кладбыша, как лег, там и лег. Там только потом гранит кусок поставили. Ему братва приехала. Но ничего долго, почтальники долго свечились. И вот так мы стали ауторитетными киллерами. Потому что для этого наш шебня было всем покушением и все и неудачно. Один раз только два зуба забили. А мы его замочили. Так что теперь можно... Косвенно. Косвенно. Так что если кому надо кого мочить, то обращайтесь. С бельем только не обращайтесь. Да, белье не мочим. Белье не мочим.